Весна – горячая пора не только у садоводов-огородников, но и у выпускников школ. Сейчас они активно готовятся к единому государственному экзамену. С 2009 года ЕГЭ является основной формой итоговой государственной аттестации. Но не только школьникам грозит подобная проверка знаний. Этот же экзамен должны будут сдать закончившие российские школы и иностранные граждане, беженцы и переселенцы. Обязательно два предмета у одиннадцатиклассников – это русский, математика. По выбору они могут выбрать еще три предмета. Какие предметы самые популярные, что дети выбирают? Самое популярное – это общество знания, ну еще есть физика, история. По данным Управления образования, общество знания – абсолютный лидер на протяжении последних трех лет. И 2011-й не стал исключением. Этот предмет просто необходим для поступления на гуманитарные факультеты. Я выбрал предметы, которые изучаю на профильном уровне – это история общества знания. Также я решил попытать счастье в биологии. Почему не на ней? Мне очень интересна история общества знания. Я считаю, это очень перспективная область изучения. Я думаю, я в будущей жизни смогу использовать это знание. Я выбрала историю общества знания и английский язык, ну также русский, математика, как обязательный. Потому что я хочу поступать на государственное и муниципальное управление, либо на юридический факультет. Именно эти предметы мне необходимы. Я выбрала английский язык и историю, потому что это должно помочь мне для поступления в Калужский государственный университет. Как видим, большинство выпускников уже определились с выбором будущей профессии и упорно идут к своей мечте, до которой всего один шаг. На повестке дня волнующий многих вопрос – что поможет сдать ЕГЭ? И здесь мнения учеников разделились, пока одни говорили. Чтобы сдать ЕГЭ, нужно везение, а не знание. Другие с уверенностью отвечали. Знание. Но без удачи тоже никуда нельзя. Однако тех, кто выбрал знания, было большинство. И это не может не радовать.